Ну, решайте сами. Пока я продолжу нашу встречу, все дело в том, что я хотела бы еще обратить ваше внимание. Вот что значит творческая натура. Ведь не просто звучала музыка, вы, вероятно, обратили внимание на видеориальность. Вот это нужно было каждому сочинению подобрать видеоматериал, который соответствовал по характеру. Вот если сейчас это была молдавская такая зарисовка, то обратите внимание, каждый раз, как только будет звучать музыка, новые сочинения, мы сразу будем с вами попадать в особый видеоряд и будем настраиваться на определенную фантазию. Еще хочу сказать, ее действительно можно слушать очень много. Какая память, она все помнит. И вот сейчас, когда, ну не сейчас, а уже в 2013 году, состоялся юбилей у камерного оркестра. Коллективу вспомнил 45 лет. И к этой дате Лючия Леонардовна выпустила свою грандиозную работу. Тот, кто видел буклет, тот поймет, что это такое. Фотографии, даты, имена, встречи, концерты. Но это действительно просто невозможно не восхищаться с низким послоном к нашему замечательному музыкальному пимену. Потому что это сделано по-настоящему здорово и блестяще. Ну а сейчас должна вам сказать, что я поинтересовалась, кто сегодня будет играть на сцене. Она сказала, вообще все эти мои ученики, это все лауреаты международных конкурсов. Ну вот мне бы хотелось рассказать, сказала она, об одном из них. Этот конкурс проходил в Сицилии, где принимали участие, значит, Лючия Леонардовна просто ехала в качестве, ну такого, поддержки для своих воспитанниц. А девочки играли. И она сказала, там не просто определение, что исполнитель занимает первое место и получает первую премию. Значит, надо было набрать от жюри 100 баллов. Так вот, две участницы этого конкурса получили особое звание. Это назывался «Абсолют». Первая цифра 95 из 100, и вторая цифра 98 из 100. Мы сегодня с вами услышим этих девочек. И первая как раз та, которая получила 95 голосов из 100, это Анастасия Славинская. В ее исполнении прозвучит тема с вариациями Йозефа Гайна. Прошу. Спасибо. Продолжение следует...